Рядом с новостройками по улице Метелёва уже расставили остановки. Это значит, у жителей этого микрорайона появилась реальная надежда возвращаться с работы из магазинов не пешком, как сейчас, а на автобусе. Этот район новый, совсем недавно построился, транспортной доступности здесь нет никакой. Ближайшая маршрутка находится на институте световодства, но это 10 минут пешком отсюда, то есть достаточно далеко. Школьников много, и вечером мы все возвращаемся на микрорайон и вынуждены возвращаться пешком. Естественно, мы закупаем продукты в тех магазинах, в которых большой ассортимент, и несем это все на себе сюда. Мой ребенок тренируется допоздна на пластунке, возвращаться темно. Все отмечают, район развивается быстро, то, что здесь было три года назад и сейчас, это уже почти прогресс, но до идеала, конечно, далеко. И пока еще не решена главная проблема – транспортная. Мы хотим поблагодарить все жители нашего Южного Царицына и следующие дома, здесь у нас большой микрорайон, очень выстроился, администрацию, застройщиков, всех-всех людей, причастных к этому делу, за постройку нашей дороги. И желаем, чтобы нам пустили маршрутку от института. Тяжеловато, конечно, идти от магнита, когда наберешь сумок и нет транспорта. И пока очень тяжело, и физически просто приходишь вообще никакой. То есть сил физически нет, и дети изматываются, и без коляски никак, потому что такой протяженность ребенок полтора года идти не может сам. Одним нужно 10 минут, другим 20, а третьим и 30 минут, чтобы с поклажей добраться в горку до дома. Главная просьба жителей микрорайона, чтобы при пересмотре схемы движения 94-й маршрутки представители управления транспорта учли пожелания и продлили маршрут именно от магазина «Магнит вверх», где сейчас конечная остановка, и водителям автобусов очень нелегко здесь, кстати, разворачиваться и парковаться. Для нас это легче, лучше. Если у нас там будет место для разворота, остановка будет, это вполне будет. Так лучше будет. Как заверил нас глава района, дело с мертвой точки сдвинулось, и сейчас ожидается решение транспортной городской комиссии. Мы сейчас ведем переговоры с институтом о том, чтобы полностью завершить, так сказать, реализацию проекта этого, чтобы институт нашел все-таки возможность, нашел средства, и все-таки вот эту площадку перед институтом заасфальтировали. Тогда в полном объеме можно будет сказать, что завершены дорожные ремонты по улице Яна Фабрициуса. Вторым этапом, ответственно, мы вынесли вопрос на обсуждение транспортной комиссии городской, продление 94-го маршрута. А мы будем и дальше следить за решением транспортного вопроса в районе улиц Фабрициуса и Метелева. Елена Овсецна, Демид Даниловский, телекомпания «ФКТ». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!